Команда «Ведопульс» 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 Сейчас начнется уже сезон, здесь все цветет. Яблони, вишни, черешня уже цвести начала. И также сегодня поговорим о том, как вы можете расширять для себя уже питание. Это в том случае, когда вы хотите вот именно питаться по своей конституции. Ну, у многих есть такая болячка, просто рассматривать вату, питу или капку тяжеловато, потому что большинство людей со смешанными конституциями, я, к примеру, иду капха-вата, у меня и то, и то, друг друга все время толкают, посылают куда-то. Поэтому с этим проще всего вообще работать, если у вас смешанные. Это те вебинары, которые мы проводили уже по капхе, по вате, там тоже были таблицы, и я так смотрел для себя лично, что смежных очень много, особенно те, которые изредка можно употреблять. Поэтому там вообще нету никаких проблем с этим делом. Давайте начнем с фруктов. Вот у нас такой набор фруктов, это то, что можно употреблять. Расскажу, как пользоваться этими колонками. Первая колонка – это то, что можно постоянно употреблять. Вторая колонка – это изредка. И третья колонка – это то, что желаемо исключить. Ну, как я всегда говорю, запретов никогда нет, и они, если есть, то для того, чтобы их нарушать, потому что многие люди от многих вещей не могут отказаться и стараются. Страшного тут прям вообще ничего нет, да, это все зависит от вас, от вашего личного выбора, поэтому здесь легче так. Вот, ну что, пойдем по фруктам. По поводу изюма, вот, что можно, да. Изюм, изюм можно употреблять как и белый, так и темный, черный или красный. Финики стандартные, все, чернослив. Ну, если так посмотреть, большую часть – это продукты из сухофруктов. Вот. А из того, что изредка можно, это больше какие-то азиатские продукты, которые в нашем регионе не проживают, большую часть. Часто говорят, что людям надо больше употреблять региональные продукты, с этим проблема в Сибири нормальная, поэтому приходится все покупать привезенное или покупное. Я тут недавно был в магазине, в одном из супермаркетов больших и открылся в Новосибирске, и там большую часть продуктов упакована уже. Ну, и сейчас стандарты заставляют продавать так продукты, что писать, где произведено, и все. Я прошелся по овощам. Картошка была российского производства, нашел. Морковь была из Европы откуда-то, чеснок, лук был из Китая, поэтому даже если у нас чеснок и лук растет, его все равно везут откуда-то. Не знаю почему. Из того, что, вернемся в колонку, которая у нас изредка можно, бананы незрелые. Вообще, употреблять лучше всего всегда бананы незрелые, потому что вообще диетология уже доказана, что бананы, которые зрелые, особенно привезенные из далеких стран, теплых стран, у них вот есть на кончике черная, не где плодоножка, вот кончик самого банана. Начали исследовать вообще фрукты, когда нашли, что когда банан уже станет желтым, вот на этом кончике, его еще чаще всего люди автоматом как бы отламывают, отрывают и не едят. Вот, там собираются, как я говорю, всякие бякушки. Вообще, у людей многих начинается, не к добру сказано, глисты, потому что там вот находят какие-то яйца. Я забыл, как они называются правильно. Поэтому, если вы употребляете бананы, то лучше всего их незрелыми употреблять. Сейчас не рекомендуют вообще, и многие диетологи запрещают людям вообще бананы есть из-за вот этих всех проблем. Выгоняются эти червячки очень сложно. Мне тут даже, мне пришлось из-за этого меню менять. Есть где десерты банановые. Пришлось убрать вообще зрелые бананы и все переиграть. Фрукты, питоконституции лучше употреблять в обеденное время. Для того, чтобы витамины усваивались. Потому что в обеденное время организм начинает работать сильнее. Увеличивается огонь пищеварения. И если вы особенно будете употреблять это все в свежем виде. Я вот люблю жареные, конечно, бананы. Но лучше всего употреблять в свежем виде. Для того, чтобы витамины эти все усваивались. Я еще забыл сказать. Во время вебинара мы будем идти по таблицам разных продуктов. Вы старайтесь задавать вопросы. Чтобы мы потом не перескакивали. Если есть какие-то вопросы, пишите их сразу же. Для того, чтобы мы могли на них отвечать. Я сейчас приехал в Крым. И в первый день побывав на море. Меня сразу же с аэропорта Симферополя повезли на море. И мне кажется, там продуло чуть-чуть. Нам задали вопрос. Если используется принцип АПК-ВП. То меня учили, что первая колонка это лечебная функция. Вторая колонка это оптимальная. А третья не рекомендуется. Да. Это я правильно. Я об этом говорил, что третья колонка это нерекомендуемые вообще продукты, которые надо стараться исключать из рациона. Но мы все-таки живем в таком мире, когда и куда-то придешь в гости, и где-то еще, все равно эти продукты могут попадать в рацион. Я не говорю, что это прям какая-то страшная вещь употреблять абрикосу или клюкву. Но это все зависит от нас. Вот. Поэтому первая колонка, да, это то, что надо вообще употреблять. Усвояемость, у питоконституции, усвояемость этих продуктов увеличена. Именно вот пищеварением питоконституции. Поэтому старайтесь то, что в первой колонке есть чаще всего. Там мы еще дойдем до злаковых. Это то, с чем можно есть каши, еще что-то готовить уже сами. А среднее, да, это то, что можно оптимально употреблять. Но я это называю изредка, потому что я стараюсь по своим конституциям употреблять то, что в первой колонке чаще того, чтобы это все усваивалось быстрее, лучше и мне было легче. У меня очень большой сбой питания. Я не могу постоянно как-то завтракать, обедать, ужинать, потому что график, все время ты бегаешь, что-то делаешь, где-то находишься с утра и до вечера. Вот. Из овощей я сразу же пометил разные колонки, чтобы мел был покрупнее написан. Из овощей то, что можно, ну, назовем это первой колонкой, да, лечебной. Кинза, кориандр, это, чаще всего, кинзу принимают как просто пучок зелени какой-то. Вот. Кориандр, ну, кинзу употреблять можно так, в свежем виде, так же и корень, который... Его можно найти, чаще всего он в сухом виде, можно размачивать этот корень, так же употреблять его при приготовлении горячих блюд каких-то. Вот. Спаржа, как замороженная, так и охлажденную, ну, и свежую можете употреблять, ну, окру, брюку, пастернак, люди мало знают, тяжелая ситуация, ее в магазинах не всегда найдешь. Я только, если нахожу, то только у бабушек, которые продают на улице что-то из своего огорода, у них вот это все легко найти, можно спросить, они находят и приносят на следующий же день. И вторая колонка у нас будет. Это то, что можно употреблять. Оптимальная колонка, а репа, к сожалению, нет. Я репу жду, не дождусь, когда она появится. Еще-еще долго ждать, конечно. Вот. Капусту белокочанную можно употреблять как свежую, сырую, пассерованную, можно ошпаренную употреблять. Что у нас еще такого? Ну, артишоки, их вот трудно найти, на них можно не обращать внимания. Вот. Артишоки, если употребляете, то старайтесь консервированные артишоки не употреблять. Артишоки это очень нежный продукт, который при добавлении уксуса расщепляется и там вообще ничего нет. Они даже становятся белыми, как бумага. Поэтому их лучше вообще не употреблять в таком виде. маслины, ну, маслины все привыкли видеть в консервации, в составе с уксусом. Сейчас многие компании, многие производители, я даже нашел одного производителя, который вообще без сока маслины продает для того, чтобы вот не убивать сам продукт. И сейчас их можно найти. Они уже начали продаваться в магазинах, продаются в стеклянных банках прозрачных. Там нет ни уксуса, ни соли. Это просто первоначально вот как их делают, маринуется соком, а потом уже все просто перекладывают в банки и продают. Срок хранения очень маленький у этих маслин, как и оливок. Если найти, прям есть линейка оливки и маслины, они без сока продаются в банках герметичных. По поводу овощей, у вас какие-то вопросы сейчас возникают, сразу же пишите их. Шпинат лучше всего, понятно, что употреблять в сыром виде, но сейчас шпинат замораживается шоковой заморозкой, можно встретить как таблетки, потом пласты. Поэтому шпинат, во-первых, очень большой продукт для нашего организма. В нем высокое содержание калия, который для нас нужен для хорошего кровообращения, хорошей работы сердца. Поэтому шпинат можете употреблять как свежий, так и замороженный. Главное, старайтесь меньше его приводить к термической обработке. Кто-то лежит его, изредка люди употребляют. Дальше что у нас хорошего? Есть грибы, которые у нас тоже в оптимальной зоне. Употреблять лучше всего домашние грибы. Это шампиньоны, это вешенки. Лесные грибы лучше исключать. Сейчас, особенно в наше время, старайтесь исключать лесные грибы, которые непонятно где и непонятно откуда его привозятся. Сейчас очень много, особенно вот я в Томске встречал, есть прям такая компания, она сибирскими грибами занимается, которые делают объявления в интернете. И люди просто начинают собирать. Им приходят и сдают. Мне не помню, сколько килограмм грибов стоит у них сейчас. Это вот в прошлом году я познакомился с ними. Люди собирали где попало и где только могли. Зато это хорошие лесные грибы. Они так позиционируют себя. Поэтому лучше не употреблять такого плана грибы. Возьмите просто, которые продаются в магазинах. Это какой-то разряд культивированных грибов. Самое интересное это, понятно, что шампиньоны и вешенки. Так что у нас тут еще по овощам. Дальше пойдем. Ну и нежелательные продукты. Основной продукт капхи конституции – к баклажан. Листья горчицы. Я думаю, мало кто их вообще видел. Я сам их видел 2 или 3 раза в своей жизни. Тоже на мероприятиях, которые проводили, привозили нам листья горчицы. Сейчас я их даже в магазине нигде найти не могу. Вещь хорошая, интересная. Много чего можно с ней сделать. Но ее почти не продают. Она этот продукт вообще не на спросе. Ну и понятно, пить острое. Острое. Вообще лучше всего исключать из рациона. Потому что все будет просто сгорать. Дальше у нас пойдут бобовые. А вообще в бобовых продуктах для питоконституции исключений нет. Поэтому здесь можно употреблять любые бобовые, какие вам нравятся. Предварительно я советую крупные, особенно бобовые продукты. Продолжение следует... С. очень рекомендуется употреблять бобовые с асофетидой. В питок институции не рекомендуется употреблять этот продукт, асофетида это такая специя, если кто-то вдруг не знает, которая стопорит развитие метеоризма при употреблении каких-то бобовых или тяжелобелковых продуктов. Но в питок институции организм так построен, что сам организм так это делать начинает. Поэтому здесь вы уже сами можете смотреть какие продукты вам лучше и смотреть от чего возникает метеоризм. Метеоризм, если честно, такая ситуация, когда сам организм, метеоризм может быть от всего, у кого-то от картофеля, метеоризм вызывается у кого-то от грибов, у кого-то от бобовых, у кого-то даже у некоторых людей от злаковых и от молочных продуктов. Тут все зависит от самого организма. Поэтому, конечно, асофетида спасает всех, но вам ее нельзя, те, кто питает. А соевое мясо, сейчас вообще соевые продукты в болезненной ситуации, все обзывают эти продукты ГМО. Я вам скажу честно, что в России геномодифицированных продуктов очень мало. Сою у нас начали выращивать в России сейчас масштабно. Я был на заводе в Нижнем Новгороде, на соевом заводе. Там все хорошо. Это просто соевый белок, который привозится у нас на соевом заводе, там где выращивали сою. И потом там делают соевый белок, везут уже на производство у них филиал в Москве и они делают там соевый сыр, соевое молоко и вот такие всякие продукты. Также и чистую сою они привозят. Геномодифицированный продукт, я вот все еще не могу понять эту фразу, все геномодифицированные продукты у нас скрещивали яблоню с вишней, к примеру, чтобы она цвела и давала плоды. То же самое геномодифицированные, те же самые. С этим вообще сейчас борьбу никак не проведешь по поводу геномодифицированных продуктов, потому что по ГОСТу и стандартам нету прописываний, что можно, что нельзя. Большую часть людей уже запугали. И я был на одной из конференций, разговаривали о вегетарианстве, было пять представителей с вегетарианской культуры разных, ну и включая меня. И мы вели дискуссию с мясоедами, потому что там были, я вот люблю называть всех людей всеядными, но там были прямо мясоеды, они слова вегетарианства прямо к себе не подпускали, как только нас не называли и не обзывали, но было весело. Вот. А там как раз на нас и давили, вы все геномодифицированное кушаете, типа вы долго не проживете и у вас там какие-то раковые опухоли мне обещали. Я так и не понял, какую. Мне врач-то обещал, что типа я вот употребляю какие-то продукты, и ну то, что я употребляю соевые продукты, у меня раковая опухоль будет и где-то еще что-то. А ну я всегда логичный вопрос задаю таким людям, которые начинают вот это все объяснять, в чем-то обвинять. Я говорю, а вы мясо употребляете какое? Не геномодифицированное? Нет. Я говорю, так, а скот, который на мясобойню идет, его откармливают кормами. Кормаете с добавлением каких-то, не знаю, каких там они продукт, какие, что добавляют, название этих я не помню, эти слова, для ускорения мышечной массы, для ускорения роста скотины, там не знаю, коровы, свиньи. Вот. И я говорю, увы, вот эта скотина употребляет этот корм, и вы думаете, что вот все, что было в корме, это не впитывается в мясо? Они так посидели, посмотрели, они говорят, нет, типа сейчас корма разработаны так, что типа просто скотина ест, быстро растет, но в нее ничего не впитывается. Так они не смогли нам объяснить, да и врачи. Был один химик, человек, типа корма, все корма, которыми кормят животных, они все сделаны по ГОСКу, и типа там нету гены модифицированной, но зато там какие-то другие слова, я не могу, к сожалению, вспомнить. Вот. Поэтому лучше всего употреблять, если хочется, белков. Бобовые, пожалуйста. Плюс еще мы смотрели с институтом одним пищевым, молекулярный состав, вот белковый состав именно продуктов, и сравнивали с простым рационом. Усвоимость белковых продуктов мясного происхождения, это от 45 до 60 процентов усваивается белок из мясных продуктов. Ну, любой там тяжелый, ну, начиная от тяжелого, заканчивая легким мясом. А если взять белок растительный, он усваивает, усвоимость его от 65 до 75-80 процентов. Поэтому мы так посидели, подумали, что вегетарианцы белков употребляют больше, чем невегетарианцы. Вот. Зерновые у нас. По зерновым одна позиция, которая не рекомендуется употреблять питок институции, это квиновая лебеда, которую можно просто замочить горячей водичкой и кушать. Вот. Мука твердых сортов пшеницы. Вообще, я не рекомендую простую муку людям употреблять. Дело в том, что там завышенная клейковина, которая вот именно откладывается, я бы так сказал, на стенках кишечника и желудка. Чему я многим людям рекомендую употреблять сейтан? Это пшеничный белок, который просто готовится, делается тесто из муки. Если берет, вот там надо белую муку брать, из твердых сортов пшеницы больше уходит самой муки, самого белка. Если брать вот простую муку, то ее мы промываем под холодной водой. Сначала делаем тесто простое пресное, потом даем ему чуть-чуть отдохнуть и начинаем под холодной водой промывать. Вот эта вся клейковина выходит при промывании. И после этого остается такая масса, я бы так сказал, серого цвета. Интересный и непонятный вообще продукт для многих, когда они его видят. И потом мы заворачиваем или в термоустойчивую пленку, это поворачиваю, часто такую используют, или просто в марлю. И это все варим. Прям варим, если я беру, например, 2 килограмма муки, то я потом, вот все, что у меня после промывания осталось, я варю где-то полтора часа. Становится такая твердая масса, это чистый белок. Сейчас очень много спортсменов начали это употреблять, потому что там ничего вредного вообще нет. Единственное, как бы не рекомендую употреблять тем людям, у кого есть аллергия на глютен. Потому что там вот все это в чистом виде и слишком много. А если брать муку из твердых сортов пшеницы, останется очень мало. Слишком много выхода будет именно и белка, и клейковины. Поэтому сейтан из твердых сортов пшеницы очень сложно готовить. Неэкономно, я бы так сказал. Хлеб самим делать. Сейчас можно хлеб найти из твердых сортов пшеницы. Но там используют искусственные дрожжи. Если есть возможность найти на сыворотке хлеб из твердых сортов пшеницы, это будет очень хорошо. Но это очень сложно. У меня мама делает сама дома хлеб. У нее стоит хлебопечка. Она покупает муку из твердых сортов пшеницы или муку грубого помола. И вообще в магазин не ходит. Поэтому если у вас есть возможность сделать хлеб самим, это будет очень шикарно. Потому что без хлеба мы жить не можем. Мы все воспитаны на хлебе. Ну и на колбасе, как я говорю. Кстати, по поводу ситана, про который я говорил. Вот из него сейчас очень много компаний, которые заинтересованы в здоровом питании. Которые тоже продвигают от своего лица хоть какую-то часть вегетарианства. Они начали изготавливать колбасу на базе ситана. Ну, белка пшеничного. Потому что люди соевой колбасе не доверяют. И производители начали искать альтернативу. Сейчас эту колбасу можно купить легко. Я даже здесь в Крыму в магазине. Во всех городах почти начали открываться какие-то магазины здорового питания. И вот эти магазины начали сейчас из Москвы возить эту колбасу. Завод этот колбасный находится в Москве. У них очень много видов. Этой колбасы. Разных у них есть и салями, и сервелат, и докторская, и молочная. И все подряд. У меня знакомые детей начали переучивать. Так, чтобы дети колбасу не ели, которую в магазинах подается. Они ее начали заменять вегетарианской колбасой. Ну, пока негативных отзывов еще не слышал. Я даже в своем родном городе нашел эту колбасу в маленьком городишке. Ну, там есть люди, которые заинтересовались здоровым питанием. Они начали ее возить. И потом начали еще и продавать ее. А люди, потому что спрашивают. Заказывают сразу же много. Ну, и люди расхватывают быстро. Макаронные изделия лучше всего употреблять. Сейчас очень много видов макарон. Можно найти. Старайтесь употреблять из сортов твердой пшеницы. Сейчас на упаковках начали это писать. Плюс их можно еще самим различать. Когда вы берете упаковку, чаще всего они прозрачные. Видно сами макароны. Вот. Если вы смотрите на макароны, просто поближе так приглядитесь. В макаронах должна быть крапинка. Они не должны быть полностью одинаково. Такие, ну, как это называется? Однородные. Там должна быть мелкая крапинка. Это показывает то, что макароны были изготовлены. И так же есть макароны. Сейчас на этом очень сильно начала болеть Италия. Они начали делать очень много таких макарон. Потом, кто у нас еще? Сейчас итальянские фирмы я не помню. Как же еще какой-то я нашел страну. Они тоже начали. Забыл уже. Вот. Ну, как вот легче определять. Да, это первое. Макароны. Посмотреть, что на пачке написано. И приглядеть к самим макаронам. Что многие любят макароны. Питые. Я знаю, много пит. Кто любит прям макароны, пасты все время. Просят какие-то приготовить или еще что-нибудь. Вот. Дальше у нас вторая колонка. Гречиха. Ну, гречка. Всеми любимая гречка. Что я вам скажу. В магазине ее... В магазину лучше не ест гречку. Вот эту коричневую, обжаренную. Ее что ешь, что не ешь. Ешь бумагу. Я так это называю. Да, это вкусно и интересно. Все привыкли к этой гречке. Но если вы употребляете гречку, то лучше всего ее употреблять зеленой. Я нашел в магазинах, что уже начинают продавать ее. Люди не понимают. Разговаривал с некоторыми сетями. Ну, кто продает продукты питания. Сдаю им вопрос всегда один и тот же. А почему у вас нет зеленой гречки? Как бы есть много разных круп. Дорогих. До безумия, что там за пачку отдаешь 250 рублей. Вот. Я говорю, а почему у вас нет элементарной зеленой гречки? Говорят, люди мы привозили. Просто во многих супермаркетах есть такой отдел здорового питания. Там всякие, как это называется, без сахара продукты. На фруктозе какие-то продукты. Какие-то крупы. Необычные витаминизированные, как я называю, дополнительные еще каким-то образом. Меня все время это удивляет, зачем так делают. Я им задаю, а почему вы не продаете простую зеленую гречку? Он говорит, люди ее не покупают. Плюс у нее как бы хранение меньше, чем у жареной. Да, она легче плесенью покрывается, потому что в ней вот именно все масла и соки еще сохранены. А при обжаривании гречки, там температура, я не помню сколько градусов, там это все просто погибает. Все выпаривается. И есть там вообще нечего. Гречка это считается одним из очень таких золотых продуктов для организма. Поэтому если есть у вас возможность, хотя бы раз в неделю просто съесть зеленые гречки. Я ее вообще ем просто. Вечером заливаю водой ее, горячей кипяченой водой. Залил, утром она у меня уже набухшая. Посолил, если захотел, посахарил, там с медом, еще с чем-то. Но все время по-разному, что в голову придет с утра, то и делаю. И просто вот эту набухшую гречку ем. Когда я поем одну просто плашку гречки зеленой, я о еде не думаю часов до 8 вечера. У меня вот прям вот так вот хорошо накармливает эта гречка зеленая. Вот. Так, что у нас еще там? Рис у нас три вида, все разрешены. Но я рекомендую побольше есть риса басмати. Там высокое содержание жиров. Если вот сравнивать коричневый рис, рис басмати и белый рис, простой, круглый, я его еще называю краснодарский по привычке. Вот. Раньше прям так всегда. И сейчас на некоторых пачках можно увидеть круглый рис белый, русский. Краснодарский. Вот. Я его так и называю с самого детства. Вот. Здесь вы, как бы, если вот взять и сравнить эти три вида риса, самый полезный рис, ну, по крайней мере, я так считаю. Ну, и полезный, и вкусный. Вот. Это рис басмати. В нем высокое содержание белков, углеводов и жиров. Вообще, я не помню, кто там, мне кто-то из аэровидических врачей из Индии, с Керала приезжали, и он сказал такую фразу, что рис басмати вообще подходит всем конституциям. И его считают в Индии лечебным рисом. Еще его, я помню, часто, когда идет проблема с кишечником, просят употреблять рис басмати. Во-первых, как бы, как мне объяснили, что он себя впитывает при прохождении через кишечник. Он себя все впитывает, все вредное. И он чистит стенки кишечника. Поэтому его врачи часто советуют просто употреблять для именно прочистки организма. Вот такой вот он полезный рис. Так, дальше что у нас? Есть у вас вопросы какие-то? Пшеница, ну, кукуруза. Кукуруза здесь указана, кстати, неконсервированная. Вот. Это чаще всего дробленая кукуруза, которую мы можем употреблять на как приготовить кашу. Кукурузная мука сюда же входит. Вот. А в консервированной кукурузе там ничего нет. Это просто вкусно. И все. Вот. Так, что у нас еще тут? Ну, тут у нас все. Молочные продукты. Исключений нет. И это радует. Можно кушать все, но немного. Как я говорю. Вот когда нет у меня третьей колонки, я всегда так говорю. Можно кушать все, но немного. Ну, как говорится, любую вещь. Даже те вещи, продукты, которые указаны в первой колонке, типа лечебная у нас, при большом количестве употребления, вот именно это типа лечебная и выскочит. Вообще продукты, любые продукты, нельзя употреблять в большом количестве. Всегда надо, чтобы у вас все это менялось, чтобы организм не принимал постоянную, как я говорю, дозу одних и тех же микроэлементов. Их надо совмещать. Грубо говоря, в своем организме надо создавать коктейль. Того чуть-чуть, того чуть-чуть, того чуть-чуть. У нас теперь всего вот разного много. Поэтому здесь тоже, наверное, нельзя давить. Топленое масло, это, наверное, вам известно, масло ги, хи, ги. Ну, по-разному его называют. Кто-то ги, кто-то ги. Лучше всего его делать самим. Я не рекомендую вообще людям покупать топленое масло где-то. Даже если вот некоторые люди покупают в каких-то храмах, даже в магазинах здорового питания. Я не рекомендую его покупать. Лучше всего его готовить самим. Потому что топленое масло, это то масло, которое собирает в себя всю энергию при приготовлении. И поэтому я советую людям в хорошем настроении готовить для себя, там, литр топленого масла приготовить. И этого литра хватит на целый месяц. Ну, конечно, если вы не будете там для фритюра его использовать. Да, его не надо много, оно очень ароматное получается. На семью вот из трех человек у меня килограмма топленого масла хватает, ну, на месяц, на полтора. Вот так вот. Так, что у нас тут? Сыр мягкий, сыр твердый. Твердый, по поводу сыра твердого. Сейчас очень большая проблема с сыром. Не то, что там вот эти санкции, еще что-то, да. А я тут занимался презентацией тоже молочных продуктов и для одной компании. И приехав на склад, мне нужны были вегетарианские сыры. Я так вот просто начал ходить, смотреть и читал везде составы. Ну, искал, чтобы там без сычужных ферментов животного происхождения было, там, ну, такого плана. Но я столкнулся со всем другим. Там на разных сырах, везде вообще по-разному написано сычужный фермент, лакта, чего-то там. И все написано на английском. Вот. А потом на одном сыре было написано кристаллы свертывания молочного белка. И что это за кристаллы, тоже не было указано. Сейчас производители начали придумывать а какие-то продукты, вот какие-то дополнения к изготавливаемому продукту, который не в гости нет. И, грубо говоря, его еще, как бы даже и название, наверное, как такового-то еще и нет. Его вот придумали неделю назад, и что, все, сыр хорошо сворачивается. Давайте эту штуку использовать. Вот так многие производители делают. Поэтому по поводу твердых сыров, старайтесь уделять этому тоже внимание. Так, чтобы какую-нибудь гадость не съесть. Чтобы не сделать так, чтобы еще хуже станет. Вот. Йогурт я тоже рекомендую употреблять домашний. Я пока на данный момент в магазинах, ну, в Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга. Здесь я еще в Крыму не все магазины прошел, я был только в одном. Посмотрел. Я нашел только две, три фирмы, которые... Йогурт натуральный, во-первых, он с малым сроком хранения. И он вкусный. В нем нету каких-либо, вообще, я называю это, левых добавок. Я просто йогурт домой часто покупаю. У меня супруга любит употреблять райту. Она с утра ее все время пьет. Это йогурт, овощи. Какие есть, как я называю, какие есть в холодильнике. Ну, часть всего это огурец и помидор. Микс перцев. И соль морская. И все это просто блендером взбивается. В однородный такой смузи-коктейль молочный получается. И вот она целый стакан, там, 350 миллилитров, с утра выпивает. И потом только кушает через полтора часа. Скажу честно, это очень хороший, омолаживающий такой продукт. Такой коктейль омолаживающий. И он полностью стабилизирует организм. Почему раньше там на Руси в старине пили кисломолочный продукт для того, чтобы организм, ну, вещеварение работало хорошо и правильно. Вот здесь та же самая система. Вот. Что у нас дальше будет? Так. Кнопочка не работает. Ну, и ладно. Вот. Дальше у нас... У вас есть по молочным продуктам какие-то вопросы? Что-то еще? Что-то вопросов нет. Я помню, когда мы вату проводили, там было вопросов у Гуго. Вот. Поподробнее рецепт по поводу Райты. Просто йогурт. Домашний йогурт, который вы найдете в магазине. Ну, я скажу вам так, что есть йогурт фирмы Простоквашино. Вот он мне очень нравится. И он в легком доступе. Он есть вообще во всех почти магазинах. Берете йогурт, берете огурец. Смотрите, при помощи овощей вы можете увеличивать, ну, как бы контролировать свою густоту. Вы один раз, приготовив этот смузи, коктейль молочный, поймете сразу, чего, сколько вам хочется. По вкусу эта вещь напоминает... Сейчас, если вот возьмем... Просто представьте, вот вы сделали салат из свежих овощей со сметаной. Вот вы салат съели, и у вас остается внизу этот сок. Дети еще любили раньше хлеб макать в него и кушать хлеб вот с этим соком. Здесь то же самое получается. Вот этот вот сок весь, только с йогуртом уже. Берете йогурт, огурцы, помидоры. Если хотите, вы можете туда добавлять редьку, редиску. Ну, кто какие вкусы любит. Добавляйте туда овощи. Возьмем, давайте сейчас, вот мы возьмем огурец и помидор. Свежемолотый, свеженамолотый микс перцев. Ну, это соломка простая. Есть такая мельница. Прям из мельницы туда все насыпали по вкусу. Соль. Если хотите, можете добавлять укроп, петрушку, зелень. Это тоже уже на ваше усмотрение. Вы просто поэкспериментируйте, попробуйте. И все это просто пробивайте блендером. Я пробиваю сильно блендером, потому что у меня супруга, она через трубочку уходит по квартире и пьет потихоньку. Ну, рецепт не сложный, скажу вам честно. Здесь вы можете все отрегулировать. Я, ну, к примеру, я беру так. Я беру стакан йогурта, там 250 миллилитров. Беру пол огурца и пол помидорки. Он у них такой жидковатый, как коктейль получается. Кто-то делает густые, ну, любит густые и прям ложечкой ходит кушает. Здесь вы уже сделаете так, как вам интереснее будет самим. Вот. Ну что, по молочным продуктам все, только рецепт нужен был, да? А переходим на орехи. Вот, исключений у нас нет вообще. Как всегда, хорошо и всем везет. Вот. Кокос здесь. Какой вам вот интереснее будет? Можно и кокосовую стружку, и сам кокос как бы, ну, свежий. Вот. Сюда же входят кокосовые сливки, кокосовое молоко и кокосовое масло, кажется, тоже входят. Я не помню, там невысокое содержание микроэлементов. Поэтому, кажется, кокос, вот я помню, что вообще в любом виде подходит. Орехи. Да, орехи можно добавлять. Ну, какие вы тут, вот, ну, к примеру, по своему вкусу, вы из орехов сюда лучше всего добавлять повышенной жирности, да? Это кедровые орехи, пекан и кешью. Вот я бы лучше эти вот три вида ореха, кедровые орехи, пекан и кешью добавлял. У них менее нейтральный вкус. Вот. И повышенная жирность, ну, жиров в них побольше будет. И как раз такой, прям это уже будет какой-то белковый коктейль получится, если туда орехи добавить. Вот. Ну, смотрите, орехи это продукты высокие по содержанию белка. А вот на завтрак я бы не рекомендовал вообще орехи кушать, потому что это, прямо, как говорится, биты по желудку. Ну, как бы белки должны усваиваться, а с утра, если вы будете этот коктейль пить еще и с орехами, это будет очень тяжело. Потому что, по идее, вообще домашний йогурт и вот овощи, томаты и огурцы, они, в них высокое содержание воды. И когда вы их употребляете, у вас это все проходит легко. А белок, ему надо еще застояться в желудке, да, и начать расщепляться и усваиваться. Поэтому, там и так в йогурте есть молочный белок, да, но он полегче, ну, он легче, чем орехов, белок орехов. Поэтому, сейчас скажу, если на завтрак делаете этот йогурт, тогда не надо орешки добавлять. Орехи лучше всего это обед и ужин, да, если у вас ранний ужин там, вы ложитесь спать в 11, а у вас ужин там в 6-7 вечера. Вот, 3 часа как раз на переваривание орехов вполне хватает. Вот. Семечки подсолнечника. Семечки подсолнечника можно употреблять и жареные, и сырые. Здесь нет ничего. Вообще, у вас, как бы, у ПИТ-конституции нет исключений вообще, нету каких-то таких ограничений. Вот. Вообще, орехи, семечки можно употреблять в любом виде, и вообще все виды. Если вот посмотреть по бобовым и по орехам, исключений нет. Это вообще показывает о том, что у ПИТ-конституции очень хорошее пищеварение. Потому что белковые продукты, это для многих людей очень большая проблема. Что белок тяжело усваивается, тяжи в желудке. У ПИТ-конституции такого нет. ПИТ-конституции – это такие веселые, хорошие люди, которые все, что едят, у них все это хорошо проходит. Вот. У меня к вам предложение. Давайте сделаем перерыв на 5 минут. Давайте в 14.10. Получается в 11.10 по московскому времени мы с вами встречаемся опять. И будем продолжать разбирать орехи. Так, по поводу орехов, продолжаем разговаривать. Вот. Давайте пройдемся по орехам. Те, где нет пометок, к примеру, вот миндаль с кожей и миндаль без кожицы. Вообще орехи можете употреблять в любом виде. Орехи, как я и говорил, жареные, вареные, потому что в некоторых блюдах есть вареные орехи. Ну, к примеру, в соусах каких-то, в индийских блюдах часто встречаются орехи вареные в соусе. Здесь вы можете, как хотите, с этой кухней, так и работайте. Как вам больше удобно, как вам больше нравится. Я вот очень сильно люблю вареные орехи. Фундук я люблю просто отваривать. Он получается молочным, нежным. Это вкусная штука. Десерты тоже люблю делать из вареных орехов, чтобы ореховый вкус был более яркий, более вкусный. Есть еще второй способ, это жареные или печеные. Но, как бы, в жареных или печеных орехах там есть горчинка. А если вы отвариваете просто орехи, то там ее нет. Также и ореховое молоко, вот миндальное молоко тоже вам можно употреблять. Это просто вымачиваете миндаль, снимаете кожицу, все блендируете и процеживаете через марлю. И у вас вот будет прям такое ясное миндальное молоко вкусное. Из фундука можно делать молоко тоже. Ну, там уже как вам больше нравится. Вот, по поводу миндаля. Большого количества миндаля стараетесь не употреблять. Просто, ну, там, некоторые люди берут, там, начинают много миндаля кушать. Целую пачку съедят. И я встречал такую вещь, что люди, когда много миндаля употребляют, говорят, у меня тяжело, у меня, там, не знаю, сердце начинает покалывать, болеть. Или становится тяжелым дыханием. Вот, в миндале есть один микроэлемент, который как раз затрудняет дыхательные пути. Поэтому много миндаля не рекомендую употреблять. Лучше всего, ну, горсть миндаля, это вот максимальная суточная норма. Есть еще дикий миндаль. Его в магазинах сейчас не продают. Он более крупный. В нем есть такая, присутствует кислинка, которая, как вам сказать, она еще, когда дикий миндаль кушаешь, на языке начинает пощипывать. Он такой, он побольше, он даже, наверное, в два раза больше, чем стандартный миндаль, который в магазинах продается. И у него кожица такая, она чуть-чуть ороговевшая, тверденькая. Вот его с кожицей вообще неудобно кушать. Это вот дикий миндаль. Если у вас попался дикий миндаль, вам кто-то привез его, там, кто-то угостил. Лучше всего до 10 ядер употреблять. В нем он более мощный. И если были такие случаи, я помню, даже где-то читал, что в Америке человек задохнулся. Кушая миндаль, он задохнулся. Поэтому старайтесь с миндалем не шутить. Много его старайтесь не кушать. По поводу того, как варить фундук, я просто беру кастрюльку, засыпаю туда фундук, заливаю водой один к двум. Включаю и просто варю. Все зависит от того, если я хочу просто поесть его, чистый фундук, то я его вывариваю, пока он не станет мягким. Просто когда пальцем берешь его, сжимаешь, он просто разваливается. Если я беру для десерта, то мне нужно, чтобы он тверденький оставался. Поэтому я его варю до состояния аль денте. Такое, чтобы слегка, чуть-чуть твердоватый был. Был нежным, но в серединке был твердоватый. В один раз попробуйте сварить вообще орехи. К примеру, фундук. И вы сразу же поймете, что это такое, как с этим работать. По поводу макарон. Вам можно употреблять макароны, вам можно употреблять кокос и фундук. У меня есть такая любимая паста. Это спагетти. Из твердых сортов я беру спагетти. Я беру кокосовые сливки или кокосовое молоко. Отдельно отвариваю пасту. Отдельно отвариваю орехи. И потом просто на сковородку беру, выливаю кокосовое молоко или кокосовые сливки. Соль, микс перцев. И туда все это забрасываю. Забрасываю, все просто перемешиваю. И выпариваю, чтобы с жидким слишком соус кокосовый не был. И вот такую пасту я готовлю. Я еще называю эту пасту блюдо для молодых спортсменов. Потому что кокосовые продукты это вообще омолаживающий продукт. Орехи это белковый продукт. Который еще, потому что он проварился, он еще быстрее усваивается этот белок. И просто паста. Макароны все любят. Надо с чем-то совместить. Поэтому хорошее блюдо, которое я рекомендую вам попробовать. Оно необычное, потому что все привыкли к сливочным пастам, томатным пастам, сырным пастам. А тут на кокосовом молоке необычное. И удивить как семью и друзей всегда можно. Еще что тут у нас из продуктов интересное. Кунжут это продукт с высоко содержащей кальций. По поводу, я говорил про шпинат калий. Кунжут это кальций. Есть такая очень хорошая вещь. Об этом мне сказал один диетолог. Гетеруслан, если много употребляешь кальция, кальций выгоняет из организма калий. Также наоборот. Если много употребляешь калия, вымывается из организма кальций. Поэтому, Гетеруслан, всегда надо в рационе здорового питания учитывать вот этот баланс. Всегда надо обращать. Поэтому, как вам сказать проще, калий это микроэлемент, который больше всего содержится в продуктах зеленого цвета. Ну это зелень любая, какая есть у вас. Это шпинат, там высокое содержание калия. Ну и зеленый продукт. Зеленые цукини, брокколи, бруссельская капуста. Что у нас там еще есть? Какие еще продукты? А, в кальраби. В капусте кальраби тоже высокое содержание. Ну, не высокое, как бы содержится хорошее количество калия. А по поводу кальция, вот он у нас в кунжуте есть, кальций есть в кешью и в подсолнечнике. Вот из этой таблицы, где кальция много. А, и в кокосе кальций тоже содержится. Вот, поэтому здесь вы сами тоже для себя старайтесь это учитывать, чтобы ваш организм, как я говорю, и кости крепкие, и сердце сильные. То есть такая фраза. Поэтому в рационе надо это учитывать. Много тоже не надо кунжута есть, употреблять его, кто-то там любит пожарить его. Еще люди есть, кто любит тхину. Это кунжутная паста, ее прям на хлеб мажут, завтракают, там с чем-нибудь перемешают, с каким-нибудь базиликом. Базиликовую тхину сделают и кушают. Поэтому старайтесь много не переусердствовать, старайтесь контролировать. Например, вы поели много продуктов с высоким содержанием кальция, старайтесь какой-нибудь зеленью закусить. Или много зелени поели, с каким-то орешком поешьте. Так будет лучше для вас и вашего организма. Дальше у нас масло. Масло растительное, которое у нас всем нравится. Ну что, исключить надо только горчичное масло, которое я не люблю. Оно очень такое, не знаю, мне вкус не нравится горчичного масла, поэтому я его никогда даже не использую в своей кулинарии. Только когда надо его использовать, использую. Подсолнечное масло сейчас тяжеловато найти хорошее, правильное, которое нужно нашему организму. Потому что даже если брать холодного отжима масла в магазинах, там все равно непонятно что и как. Вообще холодного отжима масла, оно храниться так долго не может, как чаще всего это бывает. Там добавки по-любому есть какие-то. Вот. Долго хранится у нас из жареных семечек масло, которое пахнет очень приятно и хорошо. Которое все так любят. Ну и понятно, стандартное масло, подсолнечное, рафинированное, его все используют. Честно скажу, это вредный продукт, но без него не могут. Кулинария как-то домашняя, к этому привыкла уже, я бы так сказал, уже воспиталась. Вот. Оливковое масло употреблять надо экстраверджи, зеленое, которое такое, оно насыщенно зеленым должно быть цветом. То есть, иногда бывает экстраверджи покупаешь, оно такое, желто-зеленое. Вот это масло, которое проходит фильтрацию очень сильную, там вообще ничего в нем не остается, только запах, легкий вкус. Вот. А оливковое масло, оно такого зеленого оливкового цвета, густое должно быть. Поэтому, как я это делаю, я всего лишь четырьмя фирмами пользуюсь. Масло экстраверджи оливковым, для салатов и вообще, даже для приготовления горячих блюд. Чтобы увеличить температуру горения любого растительного масла, его надо смешивать с животным маслом. Ну, это со сливочным маслом или с топленым. Температура нагрева увеличивается в районе 20 градусов, 20-30 даже иногда. Вот. Для того, чтобы у вас масло не стало гореть. Вообще, сгоревшее масло, это считается ядом. Поэтому, если вы что-то пожарить хотите, на оливковом масле или даже на любом другом, там, каком-то растительном масле, холодного отжима, добавляйте чуть-чуть топленого масла, чтобы у вас не сгорело. Потому что, ну, в холодное масло же нельзя бросать, когда что-то жаришь. Все прилипать начнет, все разваливаться будет. А надо нагреть хотя бы до температуры 70 градусов масло. И тогда только забрасывать. Вот. Кокосовое масло можно употреблять, как я говорю, и внутренне, и наружно. Это хороший крем, омолаживающий кокосовое масло. Есть пищевое кокосовое масло, есть косметическое. Ну, вообще, в косметическом я не вижу толка. Как просто крем. Мне кажется, растительное, ну, пищевое кокосовое масло, которое продается в магазин здорового питания. Через интернет его многие заказывают. Есть такая компания ТРС. Вот мне она больше всего нравится. Это кокосовое масло. Оно очень, ну, на вкус. Оно яркое. Яркий кокосовый вкус. Плюс хорошая консистенция. Его не можно не хранить в холодильнике. Если вы храните его в холодильнике, то перед использованием оно должно несколько часов отстояться. Потому что оно при температуре плюс 10 оно застывать начинает. А в холодильнике у вас плюс 4, плюс 5, у кого-то плюс 2. Там оно вообще затвердевает так хорошо, что потом его не выковыришь. А это еще все в стеклянной бутылочке. Вот. Поэтому, если вы хотите хранить в холодильнике, то вы, ну, чтобы оно у вас растопилось, подождите, перелейте в какую-то баночку с широким проемом, чтобы вы, если в холодильнике храните, могли просто ложечкой оттуда доставать. То есть, если в бутылки поставите, вам надо, чтобы оно полностью растаяло, а только потом им пользоваться. Вот. Тут у меня в списке есть масло такое, канола. Я его ни разу вообще в жизни не видел. Вот честно признаюсь. Остальные видел. А вот что такое канола масла, я даже не знаю, что это на вкус такое, что это по аромату такое. Пока не встречал. Надеюсь, где-нибудь увижу его, посмотрю, что это такое. И куда это нужно. Вот. Кукурузное масло. Его лучше всего употреблять в холодном виде. Стараться как можно меньше термообработки. В кукурузном масле микроэлементы очень слабые, которые легко могут погибать при термообработке. Вот. Кунжутное масло. Лучше всего использовать не с жареного кунжута. В аназиатской кухне часто используют именно темное кунжутное масло, потому что яркий аромат, яркий вкус у этого масла. Но полезного там вообще ничего нет. Я вот называю это просто бумага. Ну, вкусная бумага. Вот. Соевое масло, арахисовое масло. Арахисовое масло можно как жидкую использовать. Так еще есть арахисовое масло густое. Есть арахисовая паста. Эти все продукты вы можете легко употреблять и как бы голову себе не забивать. Эти продукты вам хорошо подходят. Вот. Ну и самое дорогое здесь из всех видов масла, это авокадовое масло. Я вам честно скажу, если кто-то еще не пробовал, попробуйте. Это просто шикарное масло, которое с салата идет на ура. Вот. И авокадовое масло, его тоже я не рекомендую никогда нагревать. Вообще даже, ну, грубо говоря, повышать температуру выше 40 градусов. Оно не становится ядовитым, оно становится ненужным. Покупать, ну, сколько сейчас у нас получается? 200 миллилитров авокадового масла, хорошего, качественного, стоит порядка 600 рублей. И покупать масло за 600 рублей, и чтобы в нем ничего не оставалось, этого лучше не делать. Это я считаю неправильным. Поэтому, если вы делаете простые холодные салаты, вы можете оливковое масло заменить авокадовым. Это будет более полезно, потому что в авокадовом масле есть высокое содержание белка, который усваивается на 80-90, ну, по-моему, 95 или 90, 90 или 95 процентов. Так, а на кастровом масле что-то готовят? Честно скажу, по вкусу и аромату оно мне очень не нравится, и я вот ни разу не видел, чтобы что-то готовили. Да, кастровое масло чаще всего люди просто чайными ложечками пьют. Вот, поэтому надо проэкспериментировать, наверное, как-нибудь попробовать, что-то туда-нибудь замешает кастровое масло. Оно очень терпкое, очень ароматное, поэтому людям некоторым даже плохо от него становится. Вот, в кастровом масле высокое содержание витамина Е, как я помню, еще какой-то витамин тоже, который нужен нашему организму. Поэтому, если кастровое масло, вот, например, здесь, если честно, по маслам, если пройти, да, сафлоровое масло, кастровое масло, я бы эти вот масла лучше всего бы просто употреблял чайной ложечкой, в свежем виде. Это будет более полезно, более хорошо и будет лучше усваиваться. Вот. Все остальные можно употреблять в салаты некоторые, как я говорю, вот, перечислял, это те, которые лучше всего не перегревать, не нагревать. Вот. Ну, нет, на кастровом масле лучше ничего не готовить, вот честно скажу. Я сейчас прям вспоминаю четко, ясно, весь этот аромат и вкус, я бы ничего на нем не готовил. И вот так-то открываешь бутылочку уже, ух, ароматик-то появляется. Вот. А что у нас дальше идет? По специям. Здесь я вам вообще все упростил. Это список, первая колонка, это которые можно всегда, да, употреблять, но сахар лучше всего употреблять тростниковый. А, его очень трудно найти, для этого способ есть проверки. А, берете сильно газированную минеральную воду, а, просто вот открываете бутылочку, выливаете из нее пол, вот пол-литровую бутылку воды газированной, ну, к примеру, там, бунакву, взяли газированную, пол-бутылки вылили воды, ну, куда-нибудь, в стаканчике, не знаю, если не пьете ее, то просто вылейте. Засыпаете туда две чайные ложки, вот, сахара тростникового, который у вас есть. Закрываете крышечку и слегка взбалтываете бутылку, так, чтобы газы начали двигаться в воде, да, и начали выходить. И, потом, просто смотрите на бутылку. У вас вода не должна стать карамельного цвета. Она чуть-чуть помутнеет, но кристаллики, которые будут лежать на дне бутылки, они должны быть карамельными, а вода должна быть просто мутной. Если у вас будет так, что кристаллы у вас стали прозрачными, ну, белыми, а вода стала карамельной, это значит, это простой сахар, который покрасили. Некоторые компании красят сахар при помощи красителей, кто-то при помощи химических красителей, вот. А большинство, чтобы это было все дешевле, интересно, и появился аромат, это может быть сахар даже, который будет стоить там за килограмм 350-400 рублей, они его красят, как это слово, не помню, из чая. Вот краситель берут из чая. Сахар получается ароматненьким, хорошим. Вот. Поэтому проверить качество тростникового сахара, ну, это несложная штука. Почему именно газированная вода? А в минералке, ну, в газированной воде есть вот именно искусственно добавленные газы. СО чего-то там, не помню. И вот эти газы, они начинают выбивать, когда вот вы взбалтываете, они выбивают и проверяются вот именно краситель это или натуральные. Все. Поэтому так вы можете проверить свой тростниковый сахар дома. Вот. Ну, больше всего рекомендую я употреблять пальмовый сахар. Это тот сахар, который подходит и диабетикам, тех, у кого диабет, он абсолютно безопасный. Продается в таких шайбочках, такие маленькие шайбочки. И вот их надо раскалывать. У меня вот мама, у нее диабет, и она употребляет только пальмовый сахар. О, еще говорят, пальмовое масло это вредно. Да, пальмовое масло вредно, оно не выходит из организма, но пальмовый сахар это абсолютно безопасный продукт. Вот. Его сейчас много диетологов начали рекомендовать, потому что он вышел на рынок, по идее, где-то лет 10 назад. Но его начали только вот сейчас продвигать. Наша диетология начала развиваться очень хорошо в связи с проблемами продуктов питания в стране, и за рубежом тоже. Непонятно, что из чего и где, и как готовят. Поэтому диетологи начали прямо вот, грубо говоря, вникать в это все. Еще такие фразы, как незаменимые аминокислоты. Эти фразы были придуманы в 1980 каком-то там году. Тогда еще не изучали продукты, как сейчас. Раньше изучали там мясо, все такое-таки, самые основные продукты питания. А сейчас люди начали просить уже о том, чтобы рассказали о том продукте, рассказали об этом продукте. Люди начали, диетология наша начала развиваться. И теперь они эти же самые незаменимые аминокислоты начали находить в простых растительных продуктах. То же самое, как, например, тут, кстати, у нас указано. Ага, нет, я не указал. Льняное масло, в нем содержатся незаменимые аминокислоты, такие как омега-3, омега-6. Это то, что есть в мясе. Поэтому люди, которые начинают задумываться к переходу на вегетарианское питание, они начинают это все изучать и думают, а как же без незаменимых аминокислот, которые есть в мясе. Вот есть омега-3, омега-6, есть в льняном масле. Льняное масло можно пол чайной ложечки каждый день употреблять, и ничего с тобой не будет, и будет все хорошо. Также еще много очень незаменимых аминокислот, их 8 штук. Я все названия эти не помню. Таких самых основных. Есть такое масло, называется тминное. Но для питок Конституции тминное масло в запрете. Вообще и тмин сам. В тминном масле есть все незаменимые аминокислоты, которые там, как говорят, они в мясе есть. Сейчас очень много спортсменов со спортзалов покупают тминное масло. Пол-литра, как я помню, тминного масла стоит около 2000. Это дорогое удовольствие. Но они его по чуть-чуть пьют. Им все нормально, им все хорошо. Тминное масло ускоряет усвояемость белковых продуктов каких-либо. Поэтому спортсмены все время с утра перед тренировкой употребляют тминное масло. Идут в спортзал, качаются, бегают, прыгают. И после тренировки кушают. Как раз тминное масло пока не занимается тренировкой. Оно начинает расщепляться уже, попадать в организм, усиливать пищеварение. И после тренировки они спокойно садятся, кушают что-то там высоко белково содержащее. И у них все хорошо. Мышечная масса растет хорошо. Отложений никаких лишних нет. Все хорошо, все нормально. И вот они становятся большими такими шкафами. Вторая колонка это то, что изредка можно употреблять вам питом. А все остальные специи они в запрете. Я не стал указывать большую, тут ставить колонку. Там просто все специи указаны. И это вот то, что надо не употреблять. А здесь кориандр, это можно употреблять, как я говорил, что это зелень, корень кориандра. Еще многие люди употребляют. Особенно в паназиатской кухне очень часто используют корень кориандра. Ну и зерна, семена кориандра можете использовать постоянно. Даже не постоянно, но все равно постоянно кориандр тоже не поешь. Это очень такая сильно ароматная и сильно вкусовая специя. Вот. По поводу шафрана. Если вы нашли хороший шафран, потому что его очень трудно найти, хороший шафран, суточная норма на человека это 4-5 жилок. Больше его не надо употреблять, потому что это уже будет не полезная специя, а вредная. Шафран при большом употреблении может у вас вызвать аллергию вообще на цветы. В шафране просто много всего. Там также есть витамин Е, витамин Д, витамин С. Вот из витаминов, что я помню про шафран. Поэтому много его не употребляйте. Если берете стакан горячего молока, то на один стакан максимум 3 жилки. Это если вы используете хороший шафран. Мне тут как-то на один из мастер-классов привезли, и у меня был в заказе в райдерин указан шафран. Мне привезли шафран, большую пачку такую. Я не помню там сколько было. 50 грамм шафрана. Я говорю, за сколько вы его купили? Они там сказали какую-то сумму. Где-то 300 что ли, или 400 рублей. Я так на них посмотрел. Я говорю, ребят, что вы мне за шафран привезли? Такое интересное. Он красит хорошо блюдо, но нет ни аромата, ни вкуса, ничего. Я прям так не боясь взял просто на кастрюльку еды, как чайную ложку туда шафрана, ба-бах, и толку от него никакого не было. Поэтому шафран очень трудно найти, хороший и правильный. Лепестки розы чаще всего употребляют в чае, в еде их мало кто употребляет, и кто готовит с лепестками роз что-то. Да, но часто мы японские чаи, китайские чаи, там бутончики роз. Поэтому вы этот чай можете пить всегда. Чай этот омолаживающий, вообще роза это омолаживающее растение, которое как и масло розы используют люди. Крем на основе масла из розы, который против морщин и всего такого. Сейчас делать начали, я уже встречал такие крема. Ну и сами бутоны роз, заваривать, омолаживать организм не только снаружи, как говорится, но и внутри. Фенхель можно использовать как и сам корень фенхеля, так и семена фенхеля. В любом виде, в паровом, вареном, жареном, пареном. Чавель лучше всего использовать дикий. Если вы любите щавель и хотите покушать, не тот, который в магазине продается такой тоненький, нежненький. Лучше всего вот именно садовый, грубый. В нем просто больше солнца, вообще зеленые продукты любят солнце. Тоже так же в щавеле хорошее содержание калия. И как раз вот развитие и рост в продукте, зеленых продуктах, рост калия, это как раз именно солнце. Поэтому, если у вас есть возможность щавель поесть, есть выбор там в магазине сходить купить или пойти у бабушек купить возле рынка щавель, который они выращивают у себя в огороде. Поэтому лучше всего взять то, что у бабушек. Так же и по шпинату. Я люблю больше покупать вот именно грубый шпинат. Его слегка ошпариваешь и все, он становится нежным и мягким. Щавель то же самое. Я был на производствах, там где выращиваются салаты, зелень, ну вот такие продукты. Это все находится в теплицах, туда солнца вообще мало. Там внутри жарко, все хорошо, а солнца проникает мало. Поэтому развитие полезных микроэлементов в этой зелени заторможено. Они солнце получают, вот пока, наверное, там транспортируют их, пока они на прилавках где-то лежат. Даже на рынке сейчас продается большинство зелени, которая выращивается тоже во всяких теплицах. Там только вкус, аромат. И все. Витаминчики там не успели развиваться. Вот. Что вам еще рассказать такого? У вас вопросы-то есть? Какие-нибудь интересные? Сегодня прям что-то все так без вопросов. Вы не стесняйтесь их и задавайте. Вот. А что еще тут у нас? По ваниле. Ваниль можно использовать как масло. Ну, ванильный экстракт я его называю. Ну, люблю говорить масло ванильное. Потому что оно очень необычное. Также и свежий ваниль, свежие стручки. Вот, да. Рецепты мы будут. Мы сейчас, получается, вот до... Сейчас еще будет один перерыв. Я... Потом мы сделаем перерыв. Сейчас я до перерыва как раз вот эти все таблицы разберем. И после уже перерыва мы будем разговаривать о рецептах. Я надеюсь, что у вас появятся вопросы. Какие-нибудь интересные, о чем мы можем подискуссировать и поговорить. Вот. Ну и все остальное. Вот. Давайте дальше. Мясные продукты. Потому что не все вегетарианцы, как я. Вот. Я уже вегетарианец более 20 лет. И как бы... Как повар профессиональный. Я должен уметь и готовить вообще все. Да. Этому я учусь. Я учусь и готовить и мясные продукты. Потому что... Чтобы, к примеру, прийти в ресторан, когда вот меня просят сделать вегетарианскую страничку, потому что люди начали приходить, спрашивать. Особенно перед Великим постом. Это у меня самое такое время, когда я дома вообще не живу. Я нахожусь в разных городах, разных заведениях. И все время начинается проработка. И я работаю с поварами, которые... Слово вегетарианство вообще не знают и не понимают. И мне надо их научить. Да. И часто вопросы мне задают. Руслан, а как... Как вообще можно жить без мяса и что это получается? Я говорю, ребят, вы делаете... Приготовили, не знаю, стейк из мяса. И к нему вы делаете до гарнир какой-то. Вы этот гарнир делаете... Там просто пожарили картошечку, там с грибочками там положили. Да, и зелень какую-то. Я говорю, а я делаю до гарнира к вашим мясным блюдам полноценными. Полностью так вот, чтобы человек мог наесться и с 200 граммов мяса и 200 грамм еды. Я говорю, я ее делаю так, чтобы они были по всей полезности, питательности на одном уровне с вашим мясом. Я говорю, вот так я и работаю. Поэтому мне приходится в этих ресторанах работать, как и с мясом. Потому что людей надо обучать не то, чтобы они просто это готовили. У меня еще есть функция, кулинарная функция такая, здоровое питание. Даже я иногда поваров учу готовить там мясо, рыбу, птицу так, чтобы это было здоровой едой. А не и так мясо тяжелый продукт. А тут еще если они его приготовят неправильно и сделают его нездоровым, то у человека вообще потом с пищеварением непонятно, что может происходить. Я работаю еще и над этим. Поэтому сегодня я вам еще хочу показать продукты, те мясные продукты, которые питоконституция может употреблять. Здесь нет первой колонки, потому что первой колонки, вообще по основам аюрведы, аюрведы мясо нельзя постоянно есть. Вот, поэтому вот где оленина у нас баранина, это то, что можно изредка употреблять. А вот утку, свинину, яйца, желток лучше всего исключить. Вот, что у нас тут такого интересного есть, о чем бы рассказать. Вот, рыбу можно употреблять всю, и пресную, и морскую. Вот, здесь не указано еще про океаническую. Да, не указано океаническую, тоже можно употреблять рыбу. Вы можете к любой рыбе подойти, со своим, именно личным подходом, кто как любит. Вот, если вам нужно будет какой-то рецепт с мясом для питоконституции, то мы это тоже можем сделать. Вот, я, ну, стараюсь не рассказывать рецепты мясные, но если вам надо, интересно, то я могу рассказать. Куриное мясо темное и белое. Курицу можно все виды употреблять, индейку тоже самое. Можно употреблять белое мясо, это грудка. Темное мясо, это голень, крылышки, ножки куриные, такого плана. Вот. Я здесь не указал, да. Вот, крабовое мясо тоже можно употреблять, только не то крабовое мясо, крабовые палочки, которые продаются в магазине. Нормальный краб, дорогое удовольствие, но ничего не поделаешь. Икра тоже входит в раздел, икру можно употреблять, как красную, так и черную. Как вам больше нравится, кого к чему тянет. Если у людей возможности, у некоторых и красную икру каждый день есть, и черную есть каждый день. Вот. Крольчатину лучше всего не жареную употреблять, а именно какую-то паровую или вареную, поменьше масла в нее. Если вы крольчатину употребляете, то старайтесь не мариновать ее в алкоголе, это как вот чаще всего делают в вине, белом сухом маринуют. Старайтесь этого не делать. Вот. Баранину, если употребляете, то лучше всего не старого барана, жесткое которое мясо. Вот. Ну что у нас тут по мясным продуктам? Есть вопрос у вас по мясу? У кого-нибудь. Вот. Я думаю, давайте тогда сделаем перерыв на минут пять. Сколько у нас? Без пяти? Двенадцать. Да, давайте в двенадцать часов опять встречаемся. Ну что, у вас появились какие-нибудь вопросы по той теме, о чем мы уже поговорили у кого-нибудь? Или будем просто переходить к рецептам? У кого какое мнение? Давайте чуть-чуть оживимся, что-нибудь напишем. Смайлики попосылаем друг другу. Вот я даже вам пришлю. Смайлик. А то что-то все чем-то заняты. По-любому. Еще дополнительно. Вот. Ну, начнем с салатов. Скорее всего. Тогда для начала. Да, это простые какие-то салаты. Я вообще люблю всегда людей на всех мастер-классах и учить, и говорить. Дорогие друзья, давайте не будем убиваться в рецептуру. Прям такую, там, 10 грамм этого, 5 грамм этого, 25 грамм этого. Этим люди забивают, особенно те, кто любители, они забивают. Это у нас в профессиональной кухне. Нам, да, надо, чтобы всегда одинаковое было качество продукта, качество продаваемого блюда. И мы должны придерживаться. Я, почему, вот, именно, чтобы не забивать вот этим голову, не создавать какие-то жесткие правила для своих поваров, я всегда их начинаю обучать на простой домашней кухне. Ну, конечно, эта домашняя кухня идет какая-то эксклюзивная для того, чтобы ребята понимали и знакомились с новыми продуктами. Я сейчас, вот, нахожусь в Крыму, 3-го числа я уезжаю уже в Краснодар, там будут стартапить индийское направление, и туда я еду обучать именно по работе со специями. Что и как это все работает, как сделать, как вызывать у одной специи несколько вкусов разных. И ребята там прям хотят этому научиться всему, там несколько по вопросам. Употреблять столько острых продуктов, как в Индии или Азии это делают. Поэтому здесь все будет попроще. Вот, начнем мы с салатов. Салат, как говорится, салат, это должен быть салат. Поэтому начнем с салата. У нас есть салат латук, который можно использовать изредка, я бы так сказал, да. Но все равно салаты мы тоже... Слово изредка, это значит мы, например, сегодня там поели латук, завтра мы можем взять капусту. О, кстати, я здесь не указал, да, пекинскую капусту. Да, нет, вот, пекинская капуста тоже сюда входит. Вот, и тут вы можете уже сами. Салаты бывают как теплые, так и горячие. Вот, наверное, начнем... Ой, имею в виду, как теплые, так и холодные. Вот, поэтому мы начнем с холодных. Поэтому мы возьмем, наверное, салат латук. Салаты не нарезаем ножом, никогда вообще. Стараемся этого избегать. Есть, конечно, керамические ножи, которыми люди пользуются. Но я стараюсь, если у вас есть керамический нож, вы его один раз надкололи. Если он прямо из керамики, есть металл, покрытый керамикой, а есть прямо керамические ножи. Если у вас чистый керамический нож, и на нем получился надкол или трещина какая-то, вот этим ножом я не рекомендую пользоваться. Это дорогое удовольствие, конечно, керамический нож. Потому что так жалко его выкидывать, но керамика, когда дает трещину, когда появляется надкол на керамике, эта керамика начинает потихоньку сыпаться. И вы, когда дальше работаете, продолжаете готовить, у вас вот эта керамика вся в еду попадает. И вы это все съедаете. Поэтому старайтесь трепетно к этому относиться и с пониманием, что это вредно все-таки. Керамикой забивать свой живот не рекомендуется. Вот, возьмем салат латук, его нарвем, поставим мисочку отдельно и возьмем болгарский перец. Полностью его очищаем, убираем все семена, все прожилки из серединки. Потом берем противень, включаем духовку на 180 градусов, берем противень, кожурой вверх укладываем все на противень и запекаем это все, пока кожица не станет темненькой. Ну, не потемнеет. У всех по-разному печи работают. У кого-то конвекционные печи дома стоят, поэтому конвекционная печь, она ускоряет процесс приготовления где-то от двух до семи минут. Все зависит от того, что за конвекционная печь, если выход тепла у нее из печи. У всех по-разному, поэтому я просто скажу, что пока полностью вся сверху пленочка болгарского перца не покроется волдырями и не поджарится. Достаем этот болгарский перец и даем ему остыть полностью. Берем редис, пока это все остывает, мы начнем шинковать и уже подготавливать продукты. Берем редис и нарезаем его на тонкие лепестки, лучше всего кольцами, будет более красивее, более интересно. Редис нарезаем колечками, тоненькими, как можно тоньше, прям вот попытайтесь, чтобы они тоненькими были. Берем мисочку с холодной водой, если есть возможность, можете добавить туда пару кубиков льда еще в холодную воду. И вот эти вот кругляшки редиса отправляйте в эту воду. Сделаем для того, чтобы вышла горечь из редиса, потому что, ну, наверное, сочный и сладкий редис только в грядке. Когда я его с грядки вырвал, помыл и сразу же съел. Вот это самая вкусная редиска. Вот. Когда вы воду отправите в холодную воду еще со льдом, то это все быстрее будет. У вас редисочка будет так сворачиваться лепестками и будет красиво выглядеть. Плюс она станет водянистой. Вообще, как редис, он должен быть водянистым. Почему? Когда его сажают, там его надо постоянно поливать, чтобы он был сочный, сочная редиска. Вот. Дальше что мы возьмем? Мы возьмем сельдерей. Его тоже тонко-тонко нашинкуем. Прямо, ну, просто берете стебель сельдерея и под углом 45 градусов начинаете тоненько нарезать. Есть часто задают вопрос такой, а почему сельдерей стараются нарезать под углом 45 градусов? Это сделано, вам честно скажу, не для красоты. Вместо того, что это красиво выглядит в большей степени. Повара почему так делают. В связи с тем, что если вы, например, посмотрите в сельдерей, вот на мастер-классах это проще показывает, здесь тяжелее. А сельдерей внутри, это волокнистый стебель. В нем есть волокна. Если вы его режете ровно 90 градусов, ну, просто нарезаете, сок выходит, получается, меньше, потому что у вас площадка прореза будет, ну, к примеру, да, стебель сельдерей, толщина его там, ну, 2 сантиметра. Да, под углом 90 градусов у вас будет выход сока и ароматов сельдерей всего лишь 2 сантиметра. А если вы будете на 45 градусов его резать, стебель, то у вас уже будет выход масел, ароматов и вкуса уже будет 4 сантиметра. Вот из-за этого часто нарезают его под углом сельдерей. Вот. Или иногда еще нарезают соломкой. Тут вообще у вас полный выход всех вкусов. Плюс сельдерей это еще и минусовая калорийность у сельдерея, у стебля. Поэтому для тех, кто худеет, кто следит за своей фигурой, это очень полезная вещь. Поэтому вы в салат можете добавлять побольше сельдерея. Вот. Я его так сильно не люблю, поэтому я его много никогда не ем. Вот. Вот. Мы нарвали салат. Еще, если вот мы берем шпинат магазинный, если такой сорт шпинат бэйби, это мелкий шпинатик, вот, его можете просто в салат латух просто добавить. Если вы взяли уже все-таки домашний шпинат, такой, который грубый, в одну плашечку набираете и прямо из чайника воды горячей туда окунули шпинат и достали. И все. Убрали стебли твердые. И вот эти листочки, их просто нарвали и добавили тоже в салат лапу. Он там успеет уже охладиться, все будет нормально. Дальше. Берем томаты. Томаты мы берем без сердцевины. Почистили томаты, ну, как бы порезали, убрали сердцевину. И просто нарезайте тонкой соломкой вот эту саму верхнюю мякоть. Сердцевинку, то, что вы достали, вы ее пока в стороночку поставьте, она нам еще понадобится. Болгарский перец у нас уже остыл. С него надо снять полностью всю кожуру. Вот это то, что у вас поджарилось. Это все снимается с болгарского перца. И сам болгарский перец мы нарезаем тоже тоненькой соломкой. Вот для того, чтобы салат был более красочным, вы можете взять болгарский перец у нас, смотрите, томаты красные, да. Нам надо, ну, вообще, если так посмотреть, у нас есть зеленый цвет, красный цвет, и не хватает какого-нибудь желтого или оранжевого. Поэтому болгарский перец вы можете взять или желтенький, или оранжевенький. Это будет все красивее выглядеть. Вот. Все, что вот мы нарезали, уже редиска у нас все подвымокла. Мы все это отправляем в одну миску вместе с салатом и шпинатом. Дальше мы делаем соус нашему салату. У вас осталась сердцевина из томатов. Вы берете эту сердцевину и начинаете ее протирать в отдельную миску через сито, через тонкое, чтобы у вас остались семечки в этом сите. А сок вот этот томатный весь, он чтобы полностью вышел. Дальше, что мы делаем. Вот этот сок у вас вышел. Мы добавляем в этот сок соль, микс перцев, прям вот, ну, через соломку. Вообще, перец пить запрещен. Ну, что-то остренькое нам надо добавить. Чили нам тоже запрещен. Поэтому мы возьмем просто микс перцев. Немного его, чуть-чуть добавим, потому что ароматы нужны. Ароматы и вкусы. Вы же не только для себя лично будете готовить это блюдо и для своей семьи, или гостей, друзей. Вот. Теперь, что мы дальше делаем. Самое такое распространенное у вас дома всегда находится стандартно. Это подсолнечное масло, оливковое и очень редко можно найти какое-то другое. Вот у меня дома стоит всегда подсолнечное, оливковое, кокосовое, арахисовое и кунжутное масло. Я вот эти все виды масел, я люблю их использовать. У меня и семья их тоже кушает. Вот. Поэтому мы возьмем оливковое масло, добавляем в наш сок томатный, с солью и перцем. А вот. Затем надо взять мисочку и хорошо-хорошо это все взбить до однородной массы. Потому что сок с маслом тяжело вообще смешивается. Если у вас есть возможность это сделать на ледяной бане, просто взять лед, ледяную баню сделать, и тогда у вас все это взобьется и легче, и проще, и быстрее. Вот. Берем еще один продукт, я забыл про него сказать. Это простые орехи кешью. Выкладывайте на досочку орехи, сверху закрывайте какой-то тряпочкой или, ну, некоторые берут там салфеточку, вот эти одноразовые салфетки рулонами. Пару слоев положили и просто прямой частью ножа начинайте это все раздавливать. Раздавили, убрали салфеточку, чуть-чуть еще пошинковали. Отправили эти орехи тоже к нашему миксу овощей и салатов. И сверху просто заправляйте все это нашим соусом, который у вас был. Вот. Получается, что у вас вот в одном салате сейчас есть все. Кальций, белки, калий, все витамины, которые нужны. Поэтому вот такой вот простой, хороший салатик. Вот. Дальше. Из теплых салатов. Перейдем. Поэтому салату есть у кого-то вопросы какие-то? Чтобы мы не перескакивали. Если нет, то скажите нет. У нас вопросы. Вот. Дальше. Из теплых салатов. Теплыми салатами считается вообще, почему их так называют? Это не то, что он там горячий или теплый. Теплый салат это то, когда основной ингредиент салата, ну вот грубо говоря фишка, да, теплый салат из картофеля. То, что мы сейчас с этим. То, значит, картофель должен быть отварен или прожарен или еще что-нибудь, или запечен. Вот. Я люблю вообще картофель печеный. Вот. Поэтому для этого салата предварительно мы заготавливаем, берем картофель. Лучше всего подобрать картофель такой, у которого меньше глазков, меньше каких-то повреждений, еще что-то. Да, и моем его тщательно вместе с губкой. Прям промываем картофель, не чистим его еще, ну его и не надо чистить. Прям вот твердой частью у вас губка дома всегда есть, да, для посуды. С одной стороны она мягкая, с другой стороны твердая. Вот этой твердой частью начинайте затирать весь картофель. Ну не так, чтобы у вас шкурка с него слезла, да, а хорошо качественно промыть. Нарезайте его дольками, ну вот по длине картофеля нарезайте дольками. Затем, прям с кожурой, и начинайте добавлять, а, выкладывайте в миску, берете масло, лучше всего оливковое взять масло, вот. И добавляйте туда специи. По поводу специй, что делать со специями. Берете отдельно фенхель, ставите сковородочку, сухую, добавляйте туда фенхель и добавляйте туда кориандр. И начинайте это все обжаривать на сухой сковороде, пока не появится аромат. Вот четкий, прям должен быть, фенхель прогревается быстрее, потому что в нем масел больше, а подольше будет прогреваться кориандр. Вот. Специи много не надо, но это все зависит как от вас, потому что есть некоторые люди, которые сильно любят специи. Вот. Ну, например, фенхель, я его люблю просто так жевать ходить, как жвачку. Вот. Если вы не любите много специй, поэтому вам на порцию, к примеру, ну, не надо много, берете просто щепотками. На порцию, если вы не любите специи, а дать только придать аромат и легкую, легкий аромат и легкий вкус, то надо всего лишь 3-4 зернышка кориандра и зернышек 10 фенхеля. Фенхель, он более такой приятный, чем кориандр. Вот. Обжаривайте, потом выкладывайте куда-нибудь или в ступку, ну, что у кого есть, да, я иногда беру просто тряпочку, если нет ступки, и просто на доске ручкой ножа просто начинаю потихоньку разминать его. Сделаем так, если у вас нет ступки, а так можете измельчить все в ступке. Вот. Дальше, что у нас там. Добавляем специи в картофель, солим картофель и выкладываем тоже на противень и просто запекаем при 180 градусах, пока картофель у вас не запечется. Это картофель запекайте, вы можете легко открывать духовой шкаф, проткнуть там у кого-то зубочисткой, кто-то вилочкой, ну, кому как приятно, кому как легко работать. Вот. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем фенхель, корень фенхеля свежий, нарезаем его тонкой-тонкой соломкой, убираем все корневище, убираем все стебли, у нас остается луковица фенхеля, нарезаем тонкой-тонкой соломкой, вот насколько вы сможете тоньше нарезать этот фенхель. Его также отправляем, как вот мы редиску при предыдущем рецепте отправляли в холодную воду, отправляем фенхель также в холодную воду и чуть-чуть воду еще подсаливаем, для того, чтобы сок фенхеля начал раскрываться. Потому что фенхель это тоже волокнистый продукт, если даже вы посмотрите, при разрезе фенхеля в нем будут такие, как будто трубки. Вот по этим трубкам как раз все и двигается, вот чтобы эти трубки лучше раскрылись, лучше выходил аромат и вкус. Вот, то что он в воду начнет выходить, это ничего страшного. Вкус вашего фенхеля все равно останется, его останется там нормально. Вот, картофель наш запекается пока, начинаем делать дальше. Берем маслины черные, нарезаем их колечками, берем огурцы. Огурец лучше всего, если честно, вы берете в магазине, я рекомендую его почистить. Почистите от кожуры, разрезаете пополам и убираете семена. Семена убираются, у меня сейчас все в кулинарии, по двум причинам. Первое, при выращивании огурцов используются нитраты и нитриты, всякие там усилители роста, еще что-то. Этим всем поливаются корень растущего растения, которым скоро появятся у нас огурцы. И вот сердцем огурца являются вот именно эти семена. И вот это все собирается в семенах. Поэтому эту вредность я стараюсь убирать чаще всего. Это вот первая причина. Вторая, это сильно повышенная влажность, да, вода. Вот, воды много не надо, особенно сибирикам. Не рекомендуется много воды употреблять. Просто попить воды без еды, это рекомендуется. Просто взять водичку с утра там и выпить стакан воды, потому что вода пойдет по малой кривизне, и она не будет застаиваться. Вот. А если вы употребляете еду уже с содержанием воды, то же самое, даже простой чай, это уже не напиток, ну, как бы, это не вода. Это не чай надо пить просто, когда кушаешь. Если вы захотели попить, то надо попить воды. Но ни в коем случае ни чай, ни сок, ни что-нибудь такое. Это все считается уже едой, потому что это застаивается и уже впитывается в ваш организм. Поэтому из огурца мы убираем сердцевину, нарезаем огурец кубиками, дальше возьмем, я так сильно хочу репу, а репа еще нет, ни у кого. Вот. Берем горошек. Если у вас есть возможность взять замороженный горошек, просто его слегка отварите. Ну, не прям варите, а как я это делаю. Размораживайте полностью горошек, лучше в воде его разморозить, через дуршлачок всю воду отсидеть. Скипятили в кастрюльке воду, бросили горошек, одну минуту покипел, чтобы у него сердцевинка осталась и вкус и аромат гороха хороший остался. И достаете. Вот. Дальше. Картофель у нас уже запекся, он запекается недолго, в районе 15 минут. Ну, все зависит на какой толщины у вас дольки, какой у вас картофель. Его надо, картофель, остудить. Теперь берем большую миску. Вот все, что мы до этого приготовили, мы отправляем в эту миску. Остужаем картофель. И пока у нас картофель еще доостужается, мы начнем делать соус. Вот. Для соуса нам понадобится... Можно взять йогурт. Если нет йогурта, то можете взять сметану. Берем сметану. Берем чуть-чуть творога. Лучше всего, чтобы этот творог был зернистым. Который такими зернышками прям твердоватенькими. Будет лучше и интереснее так все выглядеть. Добавляем туда... Ну, солим по вкусу. Добавляем чуть-чуть микса перцев. Вот. И я еще люблю добавлять уже без какой-либо обработки. Берем кумин. Ну, зиру. Просто в ступочке тоже измельчаем его. Если нет ступочки, то вы можете брать кумин уже молотый. Чуть-чуть добавляем сметану молотого кумина. И добавляем туда же сметану еще оливковое масло. Ну, растительное масло, какое вам у вас есть. Если нет, друг, оливкового, то можно и подсолнечное. Здесь ничего страшного нет. Картофель у нас тоже остыл. Мы добавляем это все к нашим овощам. Фенхель тоже надо отжать чуть-чуть, чтобы воды много не было. Отправляем все это в одну миску, заливаем все соусом и все это хорошенько перемешиваем. Подавать очень красиво этот салат просто на листьях салата. Берете листья салата, какие у вас есть, и просто горочкой такой, знаете, а-ля оливье, грубо говоря. Получается. Вот. Вот такой у нас интересный салат. Получается. Есть по салату вопросы какие-то? Или мы слушаем дальше? Дальше что мы сделаем? По супам. Перейдем к супам. Вот. По супам. Я вообще любитель, любитель, любитель таких крем-супов. Я люблю грибные крем-супы, овощные крем-супы. Очень люблю крем-суп из брокколи. Даже не то, что даже неправильно говорю. Есть разновидность. Есть крем-суп, есть суп-пюре. У консистенции одинаковые они, да, но в крем-суп всегда добавляют сливочный продукт. Из бобовых что-нибудь. Да, мы будем. Мы сейчас на горячем перейдем. Галина, на горячем пойдем на бобы, на белки. Я люблю и пилки, и углеводы, поэтому мы и то, и то. Вот. Я люблю супы-пюре, когда есть полностью весь вкус основного, основной позиции этого супа, да, если взять, к примеру, там, крем-суп из брокколи. Вот я люблю такие продукты. Крем-суп из сельдерея, когда берется корень сельдерея и готовится. Вот. По супам. Есть такое необычное сочетание, некоторые люди, может быть, кто-то из вас уже когда-то видел или слышал или пробовал, да, это крем-суп из брокколи и корня сельдерея. Вот. Предварительно чистите корень сельдерея. Нарезайте его тонкой соломкой. Ну, вот, как можно тоньше старайтесь нарезать тоненькой соломкой, чтобы он хорошо прожарился и отдавал свой вкус. Вообще, корень сельдерея – это такой ядерный продукт, который сильно чувствуется в любом блюде. Вот. Берете корень сельдерея тонкой соломкой, морковь тоже тонкой соломкой, чтобы они сильнее вкус отдали. Вот. Брокколи нарывайте на соцветия, каждое соцветие разрезайте пополам, можно даже и на четыре части, чтобы это долго не варилось. Почему я вот именно так говорю? Тонкая соломка я не люблю, когда супы долго варятся, потому что вывариваются все витамины, весь аромат пропадает, это все выкипает. И с этим уже неинтересно. Вот. Брокколи тоже нарезали, ставите кастрюльку с толстым дном. А, еще, нарезаем еще лук мелким кубиком. Вот. Потом ставите кастрюльку с толстым дном, добавляете туда топленого масла, полностью оно растопилось, отправляете лук, поочередно лук, слегка его пассируете, ну, слегка обжариваете. Потом добавляете туда сельдерей, тоже начинаете все обжаривать, у вас сразу пойдут резкие ароматы, вы будете добавлять сразу так лук, потом сельдерей перебьет лук. Вы уже этот луковый аромат не будете чувствовать. Вот. Затем добавляете морковь, тоже все обжариваете, добавляете туда несколько зерен кумина в эти овощи, начинаете это все вместе обжаривать. Добавляете туда брокколи, тоже обжариваете, это все прям на полном огне у вас спокойно обжаривается, вы постоянно это все перемешиваете. Вот. Чем меньше что-то варится, жарится, парится, тем больше остается у вас в микроэлементах, полезных микроэлементах. И потом этот суп, ну имею в виду эту массу всю вот обжаренную, вы заливаете водой, прям просто чтобы это все закрылось водой. Воды, как бы вот, вашего количества продуктов, вы можете легко это все контролировать. Заливаете водой, горячей водой, так чтобы это все просто закрылось. Вот. Пока это все обжаривалось, эти все продукты очень быстро обжариваются, если у вас еще тонкая соломка сельдерея и моркови, это все у вас очень быстро, оно уже будет готово. Поэтому заливайте просто кипятком, даете так, чтобы это пару раз булькнуло, пока ждете, что это пару раз булькнет, добавляете туда соль. Уже, если хотите, там можете и перец добавить, микс перцев. И просто это все пробиваете блендером. Сейчас в последнее время компании, которые делают блендеры, у них есть такая классная нога, вот есть блендер стандартный, да, с металлическими ножами, которые. Ну, когда ты сбиваешь овощи ножами, то металл, вот это все, особенно горячее, это все уходит, ну, металл этот попадает в ваше блюдо и он чувствуется. Вот. Многие компании, которые делают блендеры, производят блендеры, они сделали такую классную ногу, она состоится из пластика, похожа на блендер, но большой. Ее еще называют, что это для изготовления картофельного пюре, блендер типа, ну, типа нога для изготовления картофельного пюре. Я вот теперь все супы пюре готовлю с этой ногой. Там тоже такие большие ножи, но они покрыты, иногда бывает из пластика, а иногда покрыты какой-то штукой такой, ну, как пластик. И в связи с этим продукты не принимают металлический вкус на себя. Вот. И все хорошо, хорошо, качественно это пробиваете. Когда вы это все пробили хорошо, вы берете кинзу, ну, листья кориандра, уже кинзу, саму зелень, мелко-мелко шинкуйте и добавляйте в этот суп. Замешали, все, суп у вас готов. Вот такой вот он необычный. Вот. Дальше. По супу есть вопросы какие-нибудь? Поэтому. Это у нас, честно скажу, углеводный суп, легкий, полезный и вкусный. Вот. Вот теперь как раз то, что и попросили по поводу бобов. Да, ну, самое распространенное, наверное, и все знают, да, это всякий дал, еще что-то. Вот. У меня есть самый мой любимый суп, который я готовлю с чечевицей, чечевицей и грибами. Вот, что я делаю. Нарезаю тонкой соломкой морковь. Ну, чтобы красиво это все было. Здесь мы ничего не будем блендировать. Здесь прям вот, грубо говоря, красота ваших продуктов будет давать свое. Вот. Мы, кстати, у нас таблица еще не указан, соевый соус, я помню. Берем морковь, тонкая соломка, лук мелким кубиком. Дальше у нас идет грибы, шампиньоны. Нарезаем, как вам удобнее, как вы больше любите. Я люблю лепестками нарезать грибы. Вот. Я и вторые опята. Я шампиньоны и опята. Замороженные опята. Размораживаем их, промываем хорошенько, чтобы на опятах есть слизь всегда. Поэтому вот эту слизь все вымываем. Моем теплой водой опята. Вот. Лук нарезаем кубиком. Морковь нарезаем тонкой соломкой. Грибы нарезаем, шампиньоны нарезаем лепестками. Опята можно просто нарубить, как вам удобнее, как вам интереснее. Вот. Мы сейчас все прям подготавливаем. Суп он очень быстро тоже готовится. Маслины мы нарезаем полукольцами. Вот. Дальше. Берем кастрюльку опять. Заливаем, ой, тьфу, наливаем туда оливковое масло и топленое масло. И в это масло забрасываем лук. Начинаем обжаривать лук. Потом мы добавляем туда опята. Начинаем обжаривать опята. Затем мы добавляем туда шампиньоны и морковь прям вместе. Туда добавляем. Начинаем это все обжаривать. Пока это у нас жарится. Дальше мы туда добавляем красную лущеную чечевицу. Которая не цельная. Лучше всего взять, чтобы это вот как раз быстро готовилось. Это все вот, ну ничего не перебило. Добавляем красную чечевицу лущеную. Лущеную, чаще всего это вот мистрали, они продают такую чечевицу. Хорошую, удобную и быстро с ней готовить. Вот. Все это начинаем обжаривать. Постоянно помешиваем. Добавляем туда соль, чтобы у вас уже начали выходить, как его, ну сок из грибов, из моркови. Вот. Затем заливаем водой. Это все так, чтобы водой закрыто было, ну, 4 сантиметра от того, вот, что вы залили. Вот. Чечевицу только много не сыпьте, потому что он должен быть жидковатый суп. Вот. Все это кипятим. На готовность надо проверить только чечевицу. Просто, когда мешаете к борту кастрюльки ложечкой так отгонять чечевицу, она очень быстро готовится при полном кипении. Пускай прям у вас вот на максимальном огне это все готовится. Вот. Затем берете кокосовое молоко. Добавляете кокосовое молоко. Ну, я вообще на любое количество, ну, имею в виду на одну кастрюльку, там, литровую кастрюльку, если готовлю. Просто вот две порции супа, если хочу приготовить, я беру литровую кастрюльку, я добавляю туда 5 столовых ложек кокосового молока. Добавляете туда кокосовое молоко. До этого мы добавили туда чуть-чуть соли, это для того, чтобы продукты начали отдавать свой сок. Вот. Потом, когда добавили туда кокосовое молоко, уже досаливаем это все соевым соусом. Простой соевый соус классический. Доводим до вкуса, чтобы это все солененько было, как все любят. И затем мы добавляем туда уже маслины, которые мы нарезали. Все, как только чечевица приготовилась у вас, суп готов. Ничего сложного вообще нет в этом. Легкий, хороший суп. И вкусный. Он очень необычный по вкусу, если вы его попробуете приготовить, вы поймете, о чем я говорю. Ну что, по супу есть вопросы? Я все продиктовал из того, что мы заготавливали. Да, все, как кажется, продиктовал. Ну как, у вас есть вопросы по супам? Так, давайте пойдем тогда дальше. Вот, давайте перейдем к горячему. Я очень люблю фасоль и фасоль так, чтобы она была в хорошем соусе, каком-то, необычном. Вот, поэтому предварительно на ночь ставим фасоль. Какая у вас есть фасоль? Фасоль бывает разная, 500 тысяч видов этих разных сортов. Да, моя самая любимая фасоль, это фасоль лима. Это одна фасолина, там, с мой большой палец. Это такая крупная фасоль итальянская. Вот, и она продается в магазинах, ее можно найти. Там 5 фасолин съел, и все, и ты наелся. Вот, ну, мы берем, возьмем, давайте, простую красную фасоль или белую фасоль крупную, да, замачиваем ее на ночь, и потом ее надо отварить полностью до готовности. Вот, отвариваем фасоль до полной готовности. Лучше всего ее отварите с солью, чтобы, как бы, она чуть-чуть себя впитала соль. Она в соусе тоже, конечно, возьмет соль чуть-чуть. Вот, но соль чуть-чуть добавьте при отваривании. Кстати, соль позволит не сильно лопаться в вашей кожуре на фасоли, и фасоль не будет сильно разваливаться. Вот, поэтому добавляем соль при варке. Отварили это все, пускай это все стоит, воду слили, и начинаем подготавливать наши продукты. Вот, возьмем болгарский перец, нарежем его мелким кубиком. Берем морковь, нарезаем тоже мелким кубиком. Лук нарезаем тоже мелким кубиком. Да, да, все, больше ничего из этих овощей, то, что кубиком. Дальше, берем лук-порей, нарезаем его кольцами, чтобы вот колечки у вас получились, их потом разбираем, эти колечки. Дальше, берем помидоры. Помидоры, опять так же, убираем плодоножку, разрезаем помидоры пополам. Здесь можете прям не мучиться, там можете просто ложкой. Убираем сердцевину в отдельную тарелочку. Вот. И отдельно нарезаем все помидоры кубиком. Да, мелким кубиком лучше нарезать. Вот. И вот эту вот мякоть, которую... Вообще помидоров надо много, потому что это получается фасоль в томатном соусе, я бы так сказал. Вот. На гарнир поставили, отварится рис. Просто рис, басмати, его отварить. Но я даже сейчас вам расскажу, как сделать его рассыпчатым. Вот. Ставим сковородку с толстым дном. Добавляем туда сливочное, ну, топленое масло. Ну, ги, к примеру. Ну, если у вас есть ги. Или сливочное масло, или топленое масло. У кого какое, что будет. Затем в это масло мы добавляем молотый кориандр, молотый кумин. И если есть у вас, то микс перцев. Обжариваем вот эти порошковые все специи. Забрасываем туда лук. Забрасываем лук. Начинаем обжаривать. Лук. Затем мы добавляем туда кубики моркови. Начинаем все это обжаривать, пока морковь не приготовится. Прямо обжарить надо так, чтобы морковь приготовилась. Затем мы добавляем туда болгарский перец. Что еще забыл? Болгарский перец. И фасоль. И начинаем это все вместе все обжаривать. Затем добавляем, вот обжарили чуть-чуть, вот эти все соки, вкусы, фасоль в себя начала уже собирать. Сейчас мы отправляем вот эту мякоть помидоров, которая у нас была, мы вычищали. Мы отправляем туда мякоть помидоров. Начинаем это все тушить. Ставим на средний огонь. До этого у нас было все на максимальном огне. Теперь мы ставим на средний огонь и начинаем тушить, чтобы помидоры, вот эта мякоть, которую мы от помидоров, чтобы она полностью разварилась. Все ушло в соус, ну превратилось в соус. Там в помидорах крахмала много, поэтому это все будет легко развариваться. Затем мы берем сметану, простую сметану, добавляем туда 2-3 столовых ложки сметаны, добавляем туда соль. Вот, это все до однородной массы перемешиваем, так, чтобы сметана полностью распалась в этой массе. Затем убираем с огня, когда вот у вас уже все там приготовилось, вы посмотрели, все овощи уже мягкие, все приготовилось. Убираем в сторонку и вот то, что мы помидоры нарезали кубиком, мы отправляем их сюда. Просто сверху насыпали и пускай это пока постоит чуть-чуть. Ставим в кастрюльку с толстым днем или маленький казанчик какой-то, добавляем туда растительное масло, засыпаем туда рис басмати. Это мы уже готовим гарнир к нашей фасоли. Засыпаем рис басмати. Басмати это матовый рис. Нам его надо обжарить в масле, постоянно помешивая, так, чтобы он стал снежно-белым. Вы обжариваете его там в этом масле, он у вас побелеет весь. Добавляете соль, добавляете и заливаете это все холодной водой. Прям холодной водой заливайте на 1 см. Все хорошенько перемешиваете. Как только закипать начинает рис, вы уменьшаете огонь на минимум. Ну, если, например, я вот как у меня, у меня трехполосные плиты дома. Я рис всегда себе отвариваю, я его часто ем. Вот, и у меня трехполосные. Я ставлю на полтора или единичку, когда закипело. Рис мы обжариваем в простом растительном масле, ну, подсолнечном, или в топленом. Кому как удобнее. Добавляем вообще любое масло, ну, имею в виду, или растительное, топленое, и также можно оливковое, но оливковое уже с топленым маслом надо мешать. Вот, потому что увеличить надо температуру горения, чтобы горчинка сильно не выявлялась. Все, мы залили водой на 1 см. У нас это все закипело. Мы уменьшаем огонь на самый минимум. Ну, вот, на однерочку, на полуторку я уменьшаю. Даже на однерку лучше всего. Вот, и закрываем плотно крышкой. Оставляем на 12-15 минут. Не открываем рис вообще. Там у нас уже соль, все, рис там, все масло там. Мы закрываем плотно крышкой, оставляем на 12-15 минут. Потом мы, когда все прошло это время, мы отставляем кастрюльку на минуты 3, чтобы это просто постояло. Не на плите уже, которая горячая, а просто постояло. Потом открываем кастрюльку и вилочкой пару раз просто взбиваем. И у вас рис получится воздушным и рассыпчатым. Вот. И нашу фасоль мы подаем вот с этим рисом. На гарнир, я бы так сказал. Вот. Какие вопросы еще есть? На самой активной сегодня Галина. Много вопросов задает. Поэтому чат живой. Вот. Это вот такое у нас блюдо с фасолью. Дальше. Дальше. Что мы еще интересного приготовим? Интересного. Люблю я баклажаны печеные, а баклажаны нельзя. Вот. Поэтому что мы следующее приготовим? Сейчас, секундочку. Я даже где-то записывал вам. Я хотел с кабачками сделать. Сделать. И вот пытаюсь. Вот. Я думаю, вы все умеете отваривать кукурузу. Ну, кукурузную кашу. Вот этот, дробленый кукурузой. Гарнир у нас будет. Это кукурузная каша с топленым маслом. Вот. И с кинзой. Просто сварите на гарнир к нашим кабачкам. Сейчас расскажу, что с кабачками делать. Отвариваем кукурузу с топленым маслом. И когда вот у вас уже процесс варки остановился, вы отодвинули опять же с плиты кукурузную кашу. Туда мы нарежем мелко-мелко кинзу. И просто замешаем. И у нас получится кукурузная каша с ароматом кинзы. Это у нас будет гарнир. Вот. По поводу кабачков. Кабачки будут, я так еще называю, это фенхелевые кабачки. Мы берем фенхель, обжариваем его на сухой сковороде. Он аромат начал давать. И надо переложить это все в ступку. Хорошо-хорошо измельчить в ступке. И кабачки, ну вот мы измельчили наш фенхель. Кабачки мы разрезаем пополам. Убираем плодоножку, убираем кончик кабачка. Разрезаем пополам. И по кабачку, крест-накрест, ну вот по всей длине и по всей толщины, делаем, как его, сетку ножом. Прям вот, чтобы кабачок, как бы, появилась сетка на нем. Берем топленое масло, разогреваем его. Берем отдельную плашечку, когда масло топленое разогрелось, в эту металлическую плашечку мы выливаем масло и туда высыпаем наш фенхель. Кабачки мы просто солим сверху. Потом вот это масло перемешиваем с фенхелем. И я люблю это делать кисточкой. Прям вот, уже такое фенхелевое масло у вас появится. Он прям пахнуть будет сильно фенхелем. И вы начинаете кисточкой промазывать вот эту всю сетку на кабачках. Я на порцию делаю один маленький кабачок или цукини, у кого что будет, да. Но цукини они большие, поэтому там половинки цукини хватит на порцию. Вот. И начинаете это все промазывать. Поднагреваете духовку на 180 градусов и вот промазанные эти кабачки фенхелевые просто начинаете запекать. Запекаете его до готовности и подаете просто с вот этой кукурузной кашей, которая с кинзой. Вот. Попробуйте. Очень необычно звучит и выглядит. Вот. Но это рецепт вообще идет из паназиатской кухни. Не знаю почему, но мне почему-то нравится. Особенно сейчас начнется лето. Фенхель – это охлаждающая специя, плюс кукурузная каша, вот кабачок, который такой влажненький, да. Вот именно я это называю летним блюдом. Поэтому попробуйте как-нибудь приготовить. Все легко, несложно, и интересно, и необычно. Вот. Ну что, есть еще вопросы какие-нибудь? Появились? Вот. А что у нас со временем-то уже? А, ну нам по идее уже скоро даже надо будет и прощаться потихоньку. Вот. Так что, дорогие друзья, чуть позже будет известно, в какой будет план у нас дальнейших кулинарных вебинаров. Вот. Я сейчас пока в разъездах побуду, что-нибудь интересное поделаю. И я думаю, что следующие вебинары будут какого-то интересного направления. Мы сейчас обдумаем с компанией VidaPulse, как это все сделать более интересно. Потому что хотим еще один проект запустить по поводу питания вообще по конституциям. уже по-другому. Не просто, чтобы я рассказывал вот так вот вам, да, а чтобы еще была информация в электронном виде, в печатном виде. И чтобы люди могли уже свой холодильник делать под себя. Вот. Следующий вебинар будет в июне. Я надеюсь, что не в мое день рождения, что я буду на Алтае. Так что, дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание. За то, что вы уделили целых три часа мне. Я надеюсь, что сегодня я смог вам дать информацию ту, которая вас интересовала. Если что-то не успел, вы пишите. Пишите. Я всегда в доступе в социальных сетях. Вы можете писать, задавать вопросы. И я буду остальные вебинары тоже под вас так же и делать. Потому что я сам знаю, когда слушаешь вебинары, стараешься внимательно слушать, отвлекаться на переписку тяжеловато. Я вот даже когда говорю, все время стараюсь обращать как-то на ваши вопросы. И сразу же на них не отвечаю, пока не договариваю что-то. До свидания. Спасибо вам большое. Живите здорово и питайтесь правильно.